За минувшие сутки силы обороны отразили атаки россиян и с неба и с земли по 22 внимания районам сосредоточение двух позиций зенитно-ракетных комплексов врага. Я сейчас цитирую наши вооруженные силы, их представители. Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлении, несет большие потери, кстати о потерях мы сегодня тоже поговорим, о этой новой тактике закидывать пехоты украинские города, ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Далее график. Давайте перейдем от общей картины к частному, посмотрим на картах по направлениям. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация существенно не изменилась, наступательных группировок противника там не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы таких населенных пунктов. Это Рожковичи, Басовка, Александровка и Гробовская, это Сумская область. И ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескушное, Агерцово, Волчанск, Старица и Бударки. Это на Харьковщине. Кстати, если говорить про Харьковщину, Купинское направление враг сегодня тоже обстрелял. Позиции наших войск в районах Ивановки, Купинска, Кисловки, Котлеровки, это Харьковская область. Кстати, от себя добавлю, что Купинск сегодня обстреливали газопровод, российские оккупанты тоже человек один пострадал. Пострадали также Невельская и Ковалевка, это Луганская область. Лиманское направление коротко рассмотрим. Там огневому поражению подверглись Новоегоровка, Невская, Червонопоповка, Креминая и Деброва. Все это Луганщина. Переходим, пожалуй, к самой горячей линии фронта уже последние месяцы. Это Бахмутское направление. Там за последние сутки под вражеский огонь попали Верхнекаменская, Спирная, Берестовая, Белогоровка, Бахмут, Ивановская, Предтечина, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск. Это все Донецкая область. Остаемся в той же Донецкой области. Рассмотрим Авдеевское направление. Там обстреляны Бердичи, Тоненькая, Северная Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьенко и поселок Победа. На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучная, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские дачи. Это Донецкая область. От ситуации на востоке Украины переходим на южное направление. Вначале посмотрим, что происходило на Запорожском направлении. Там под огневое воздействие попали районы 20 населенных пунктов. Среди них Временка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривный, Орехов и Новоданиловка. Это Запорожская область. Рассматриваем Херсонское направление далее. Там обстрелы мы из реактивных систем залпового огня. Ствольные артиллерии и минометов подверглись району 21 населенного пункта. В частности, это Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное и сам город Херсон. Есть жертвы, к сожалению, среди гражданского населения.